Обратив взор И ждет дождя Мы тобой не забыты Это мы оставили тебя Но мы хотим возвратиться В дом отца Увязная духа На свои народы Обратив взор Мы жаждем тебя Овязная духа На свои народы Обратив взор Обратив взор На свой народ И сохла земля И ждет дождя Мы тобой не забыты Это мы оставили тебя Но мы хотим возвратиться В дом отца Овязная духа На свои народы Обратив взор Мы жаждем тебя Мы жаждем тебя Овязная духа На свои народы Обратив взор Мы жаждем тебя Овяза И весь рай Обратив взор Славь, Господь. Галень, Галень, Господь. Галень, Господь, Слово свое. Вся твоя пустыня преднадится в сам. За все другое будет жить. для тебя ты первый, последний, Господь Собаов Ты наш Искупитель, и нет других богов Ты первый, последний, Господь Собаов Ты наш Искупитель, и нет других богов Ты первый, последний, Господь Собаов Ты наш Искупитель, и нет других богов Ты первый, последний, Господь Собаов Ты наш Искупитель, и нет других богов О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя Жаждем Тебя, жаждем Тебя, жаждем Тебя Жаждем Тебя, Дух Святой О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя О, и злея Духа, на свои народы О, храни потоки, мы жаждем Тебя 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 Адвоксвятон 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 Благословите друг друга, присаживайтесь Очень такое мягкое присутствие Божие в церкви Бог работает с нашими сердцами, аминь Очень часто мы переживаем, думаем Что-то должно произойти обязательно со мною Но мы не обращаем внимания, что Бог работает с сердцами нашими Каждый раз, когда мы собираемся перед лицом Его У Него есть что нам сказать Божий Дух на этом месте и хвала Ему, аминь Помолимся Господу Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте Мы принимаем Твою любовь, Твою благодать Господи, двигай нами, помоги нам, дай нам понимать Слово Твое во имя Иисуса Христа, аминь Слава Иисусу Христу! Сегодня необыкновенное Слово дал Бог Основание для жизни Основание для жизни Скажите, пожалуйста, кто любит жизнь? Мы для этого делаем все, чтобы жить хорошо, да? Вот разное понимание, что значит жить хорошо Кто-то находит кусок хлеба, для него уже радость, и он уже живет хорошо У кого-то каждый день 2-3 буханки хлеба выбрасывает от того, что некому есть Но недоволен жизнью Кто-то имеет рубль, радуется У кого-то есть миллион, он не знает, как дальше двигаться Поэтому я хочу немножко поговорить об основании Вообще Слово Божие говорит, если разрушится основание, то что сделает праведник? Я сейчас вспомнил это местописание, хотя это не написал Написано, если разрушится основание, да? Что сделает праведник? Как будет дальше двигаться? Очень важно, чтобы мы понимали, что на нашу жизнь идут атаки Потому что если атаки не пойдут на нашу жизнь, тем более, когда воскресенье И тебе хочется идти в церковь, и обязательно какое-то препятствие должно быть Потому что враг знает и понимает Каждый раз, когда мы собираемся вместе, как Грузана сказала Мы провозглашаем Иисуса Господом И вера нас напольняет, и мы двигаемся дальше Хорошо, я хочу одно место прочитать, это Матфея 4.4 Когда Иисус говорил с дьяволом, сатана предложил ему, чтобы он сделал камни хлебом Часто у многих людей основанием жизни являются какие-то камни, какие-то трудности И так хочется их делать с хлебами, чтобы было легко Но Иисус сказал удивительные слова Он же сказал ему в ответ, написано Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих Удивительно, когда мы ищем для себя что-то Мы ищем исцеление, мы ищем благополучие Мы ищем как дальше двигаться, но не понимая, не представляя, что Слово Божие имеет огромную вес в нашей жизни Всего того, что мы делаем, основание должно быть Слово Божие И сильное и крепкое основание любого человека, тем более христианина Это должно являться Слово Божие Если мы не имеем Слово Божие как основание, это очень важно Это просто, если мы не имеем, мы теряем почву под ногами Мы не знаем, влево идти, вправо идти, прямо идти Где истина, где правда Правильно я верю, правильно ли я иду Правильно мыслю Кто мне даст совет? Может быть, пастор скажет Или может быть, кто-то даст совет Знаете, что Бог хочет делать? Бог хочет, чтобы ты начал обращаться к Его Слову Чтобы Бог давал вам Слово Потому что Иисус сказал тут очень важный момент Мы должны быть внимательны Он сказал, не всяким словом, но исходящее из уст Не просто Слово, которое есть, я знаю Очень многие берут Слово и начинают просто это Слово зубрить И они думают, если они много раз будут это Слово повторять Как-то поможет Знаете, уникальность христианства в том, что ничего в христианстве волшебного нету В христианстве все естественно То есть наше естественное это то, что мы понимаем, живем и видим Это, можно сказать, реальная жизнь Но в это реальная жизнь вмешивается Христос своим Словом И он начинает работать с нашими сердцами, чтобы изменить наша реальная жизнь во благо нам И очень важно, когда мы понимаем эту истину и начинаем что делать? Доверять Слову Божьему Если Слово Божье звучит в нашей жизни как основание Вот Петр сидел в лодке и видит, что идет Иисус И братья говорят, что это Иисус Он говорит, но если это ты, Господи, прикажи мне идти по воде Иисус говорит ему, иди Петр, будучи рыбаком, он понимал, по воде невозможно ходить Но Слово, которое вышло из уст Христа Это стало основанием, чтобы Петр положил ноги на это Слово и двигаться дальше Слова, которые Бог говорит в нашу жизнь, это основа для нашей жизни Если мы получили Слово Откровение, мы должны держаться за этого Слова Потому что немедлит Господь исполнить это Слово Если ты получишь Слово, что ты будешь благословен Не просто потому, что Библия так говорит Да, это Аллилуйя, Аминь Это очень хорошо, я благословен, потому что Библия говорит Но есть Слова, которые оживают в нашем сердце Которые именно Бог говорит тебе, и ты понимаешь Бог мне сказал Это очень важные моменты, когда Бог говорит Почему мы часто обращаемся к Слову и просто хотим зубрыть Потому что нужно тратить время, чтобы от него получиться откровенное Слово Потому что есть Слово закрытое, то есть сокрытое Слово Или Слово, которое просто написанное Слово А есть Слово открытое, которое открыто для каждого из нас Если мы говорим, что Бог мне сказал Мы утверждаем или мы говорим, что у меня в жизни есть Слово на основании Моей веры и моего хождения перед Богом Если кому-то Бог сказал, что я защищу тебя, не бойся Значит, Он не лгал, не бойся, Он защитит тебя Если Бог сказал, я устрою твою жизнь Это пусть будет основанием твоей жизни И Он это сделает в твоей жизни, аминь Почему я это так говорю? Потому что Если Слово не будет лежать на основании нашей жизни То мы не можем двигаться дальше Почему? Первое, Иоанна 1 глава 1 стих В начале было Слово Слово было не у меня Слово было у Бога И это Слово, и Бог в моей жизни Вы понимаете, это что значит? Слово было у Бога Это Слово было у Него Но это Слово было для меня Да? У Бога, для меня Ну как так? Это же Бог Мне надо прийти к Нему Чтобы получить это Слово Это было в начале для меня, это Слово Бог сказал, что все благоосновения для тебя Но оно у Бога Это и есть Бог Но мне надо прийти к Нему Чтобы получить это Слово У меня Мне звонит, говорят Мне нужно тысячу рублей Я говорю, хорошо, оно у меня есть Мне надо Но приди, забери Вы понимаете? Пока ты не придешь, ты не заберешь у Бога Просто так не бывает Многие представляют Ну вот такого вот Бога Который просто ходит, подарки раздают Да, пусть будет таким Бог Но по-настоящему подарки получают те Которые проводят время у ног Христа Которые потом поднимаются и говорят Даже, знаете, что люди, которые получают откровение от Господа На самом деле, которое лежит на основе их жизни Они этими откровениями ни с кем не делятся Они знают, что это мое Они знают, что это Бог дал именно мне Они знают, что это Слово для моей жизни Как основание И этого никто не поймет И это мое И я этим буду жить И Бог мне обещал Я буду двигаться этим Словом И я буду надеяться на это Слово Верить в это Потому что Слово, которое приходит в нашу жизнь Он напольняет наше сердце верою Пока мы не получим это Слово откровение Мы верить будем так, как все Я не хочу верить так, как все Я хочу гореть для Господа Поэтому мне нужно Слово Рема Мне нужно, чтобы Слово легло основанием моей жизни Я хочу, чтобы Слово лежало основой моей судьбы вообще Моего христианской жизни Моего духовного роста Я хочу, чтобы я вырос на чистом словесном молоке Аминь И это очень важно Посмотрите Все, что мы хотим в нашей жизни Должно быть подтверждено Словом Божьим Если что-то я хочу делать И Слово об этом не говорит Лучше оставить, не делать этого Почему? Потому что все, что не по Слову То против Слова Поэтому нам нужно очень сильно бодрствовать Я хочу исцеление Я хочу исцеление Помолись, Моисей Помолись, Рузана Они помолились Я не получаю исцеление Что? В чем причина? У меня нет Слова У меня нет Слова, на котором я буду держаться У меня нет Слова, на чем мне ноги ставить У меня нет Слова, что мне надо делать? Мне надо исцеление Мне надо прийти к Иисусу Когда пришел сотник к Иисусу Он сказал, Господи Скажи только одно слово Скажи только одно слово И исцелиться, слуга Вы понимаете? Господи, я хочу одно слово Бог говорит, ну придите ко мне Все те, которые нуждаются Придите ко мне Мне надо слово Для моей семьи Мне надо слово Для моих детей Мне надо слово Для моей судьбы Я хочу замуж Я хочу жениться Я хочу исцелиться Я хочу быть успешным человеком Где слово в твоей жизни? На каком месте стоит слово в твоей жизни? Мы часто, как люди, поступаем неправильно Мы составляем планы И Бога хотим, чтобы Он вошел в наши планы А Бог хочет по-другому Чтобы мы вошли в Его планы И это очень важно для нашей жизни Аминь И дальше, если мы посмотрим Сказано Оно было в начале у Бога Все через Него начало быть И без Него ничего не начало быть Что начало быть То есть основанием для нашей жизни Является Слово Божие Слово Божие Это основание нашей жизни И смотрите Слово Божие Оно не просто от Бога приходит в нашу жизнь Слово Божие еще и от нас приходит в нашу жизнь Что мы исповедуем в нашу жизнь Если на основании нашей жизни лежит Слово Божие Мы должны его провозглашать Мы получили Слово от Господа Мы теперь провозглашаем это Слово Почему? Потому что от этого приходит вера А вера это доверие Слову Божию Вы понимаете, это цепочка, вот так круг Это работает вот так От Слова Божия рождается вера А вера доверяет Слову Божьему Потому что праведник верою жив будет Аминь То есть смотрите Основание нашей жизни Нашей судьбе Нашего всего того, что мы имеем Это Слово Божие Мы положили основу Слово Божие Мы провозглашались в Слово Божие И в нас появилась вера Когда у нас появилась вера Мы начали доверять этому Слову Божию А вера приводит в исполнение Слова Божия В нашей жизни Потому что без веры угодить Богу невозможно Дальше если мы будем смотреть Да Да, от Слов Я тут написал так От Слова рождается вера А вера обеспечивает жизнь То есть я не могу без веры что-то делать Я без веры не могу жить Хотя у меня может быть основание Слова Божия Но не вариант, если основание Слова Божия Не быть верой Потому что Слово всегда кормит веру Вера поднимается по Слову Аминь И тем более мы знаем Что все атаки идут на веру Почему? Потому что враг ворует Слово От этого страдает наша вера Я хочу чтобы мы эти моменты очень хорошо понимали Потому что когда мы теряем Слово Мы теряем веру Когда мы теряем Слово Мы теряем веру Мы уже все Мы обанкротились У нас нету ничего У нас нету Написано оружие правды В правой и левой руке То есть у нас в одной руке Это истина, которую мы получили Откровение А в другой вера Если мы это потеряли Это потеряли Мы говорим Увы Все У меня ничего нету Я не знал Как дальше двигаться Как дальше жить Как дальше служить Идет такое состояние Или депрессии Или состояние разочарования Как дальше двигаться Потому что Почему Сатана пытается украсть веру Как это он сделал В Эдемском саду Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно Ибо надобно Чтобы приходящий к Богу Веровал Что он есть И ищущим его Воздаёт Вы понимаете Я ищу Слово Я хочу Господь Ну дай Слово Как дальше двигаться Есть тут такой человек Который просит Слово Как дальше двигаться Аллилуйя Так это 100% Каждый день Господи Дай мне Слово Каждый день Мы читаем Псалом Мы читаем сейчас По 20 минут Библия Это помимо того Сколько мы читаем Но приходит момент Когда мне надо Слово Как дальше двигаться И здесь очень важный момент Понимаю Когда я прихожу к Богу Он меня слышит Я не воздух Вот сейчас мы здесь Кто верит Что Иисус здесь На этом месте Сейчас если Иисус откроется Мы скажем Вау Это что было А вот Слово Его Он и есть Если мы сейчас Принимаем Слово Мы Его принимаем Понимаете Он присутствует Здесь Словом Своим Он в Слове Он в прославлении Он живет Среди Словословящих Его Он в прославлении Он в Слове Он в Тебе Поэтому мы понимаем Что Он слышит меня Вот сейчас я проповедую Он слышит меня Аллилуйя Слава Господу Да Аминь Понимаете Почему Потому что Если вера И Слово Соединяются Вместе Там наша победа Если Слово И вера Соединяются Там наша победа Однажды У одного человека Спросили Слушай А почему ты веришь Он говорит Я не знаю Но я верю Я просто верю Я верю И все Почему Почему В жизни этого человека Слово И вера Соединились Уже Вера Слово Рождает веру Вера Подтверждает Слово Употребляет В нашей жизни Я хочу Чтобы это четко Пришло Братья и сестры Если у нас Церкви Будет Слово Основанием Для жизни Каждого из нас Мы будем Правильно жить Правильно мыслить Правильно Рассуждать И у нас Будет вера А вера Творит чудеса Вера Творит чудеса Халлелуя Чудеса Мы сразу Понимаем Рука Вырастет Нога Вырастет Первое чудо Это спасение Мое Иисус Говорит Лучше Чтобы ты Остался Без руки Но попал В рай Так что Мы пытаемся Чтобы руки Ноги Выросли А Иисус Говорит Слушай Может быть И не вырастут Но Спасение Наше Это важно Ведь Слово Божие Нам обещал Спасение За одну Денариум Мы согласились Прийти к Богу Это наше Спасение И это Слово В нашей Жизни Работает Если Мы Спасенные То мы Сегодня Уже Спасенные Нам не Надо ждать Чтобы потом Спастись Вы понимаете Это и есть Слово Рема В жизнь Каждого Из нас Это не от того Что я так Говорю Это должно Прийти Это должно Оживиться В твоей Жизни Понимаете Ты должен Это понять Ты должен Получить Это слово И когда ты Это слово Получишь Сразу Начнутся Атаки Потому что Это слово Умножить В тебе Веру Очень Многие Очень Многие Они Хотят Видеть Какое-то Движение Чтобы Вера Укрепилась Вот я Вам Искренно Говорю Сегодня Человек Воскрес У тебя Вера Укрепилась Но Бог Определил Ему Еще Десять Слет Все равно Он умрет Все равно Все Вот у меня Было В жизни Люди Которые воскресли Из мертвых Реально Вот мы пришли Помолились Человек Вышли из кома Это ж воскресенье Пришел домой Но он все равно Умер Понимаете Вера Не должно быть Основано На чудесах Потому что Многие Видели Как чудеса Творили Иисус И ходили за ним Но когда пришло Время Все Которые Видели Чудеса Иисуса Все кричали Что Распни Вы понимаете А те Которые Приняли Слово И они Ставили Веру И основу Жизни На слово Они не Поколебились Они даже Были готовы Чтобы их Убили Ради имени Христа Они даже Радовались Когда их Побывали Там Ударом И дали Вы понимаете О чем Слово Божие Наш пастыр Слово Божие Нас ведет Это основа Нашей жизни Не только Христианское Это основа Нашей всей Жизни Аллилуйя Посмотрите Ибо всякие Рожденные От Бога Побеждает Этот мир 1 Иоанна 5 4 5 И сия Победа Победивший Вера Наша Понимаете Когда вера Соединяется Со словом Там и Есть Наша Победа Кто побеждает Мир Как не тот Кто верует Что Иисус Есть Син Божий Один Богатейший Человек Женщина В Европе Перед смертью Она написала Такие слова Я всю жизнь Она написала Она советовала Своим детям В наследстве Она написала Такие слова Я всю жизнь Думала Что финансы Мне помогут Когда придет Труд Придут Трудности Но у меня Говорит Есть Очень важный Совет Вам Ни моя Власть Ни мои Мои связи Ни мои Финансы Ничего Мне не помогло Ничего Когда пришел Мой день Я понял Какая Я бессильная Против того Что творит И делает Бог Запомните Что Ничего Из Моего Богатства Мои связи Моего Репутации Моего имени Мне не помог Только одно Слово Как только Я произнесла Иисус Мне сразу Стало Легче Понимаете О чем Говорится Я сейчас Говорю Мне наполняет Дух Святой Иисус Христос Выше Всего Он Есть Основание Нашей Жизни И как бы Не было Что бы Не было У меня Был такой Случай Когда мой Отец Болел Я тогда Был неверующим Человеком Моя сестра Ухаживала За ним И получилось Так Что он Умер Моя сестра Она такая Эмоциональная Она начала Кричать Иисус Неверующая И отец Вернулся Отец Вернулся И рассказал Говорит Ты знаешь Я падал В черном Трубе Я падал И Издалека Услышал Твой голос И имя Иисус Как только Имя Иисус Коснулись Моих ушей Я моментально Оказался В теле Врачи Побежали И они Услышали Это И после Этого Конечно Отец Умер Но он Уже Умер Не в ад Не пошел В ад Он уже Умер Спасенным Потому что Имя Иисуса Это основание Нашей Жизни Почему я Сказал Слово Ведь Слово И есть Бог В начале Было Слово Слово Было У Бога И Слово Было Бог Слово Есть Бог И это Слово Воплотилось Это Слово Стало Пришло По плоти И жил В нас Сейчас Христос В нас Это И есть Основание Нашей Жизни Аллилуйя Вас Задим Иисусу Славу Он Достоин Когда Все 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 Помнят Межхристианской Стране Жили Да Первое Слово Она Всегда Говорила Иисус Она Не Была Верующая Но Когда Папа Первый Телевизор Купил Она Сказала Вытащи Из Дома Это Сатана Ты Посмотри Там же Антенны Были Раш Ты Че Не Видишь Черное Лицо И Рога И Она Не Давала Чтобы Телевизор Был У Нас Дома Она Не Верующая Не Так Верила Как Вот Сейчас Мы Верим Но Она Четко Знала Откуда Она Знала Она Расписываться Даже Не Она Не Знала Каком Году Родилась Но Она Знала Что Есть Бог Есть Иисус Есть Сатана Она Знала Сегодня Телевизор Да Какой У нас У всех В карманах Это С рогами Везде Все Но Вы Понимаете Она Не Зная Но Братья Сестры Пусть Слово Будет Основой Для Нашей Жизни Потому Что Слово Будет Питать Нашу Веру А Вера Побеждает Этот Мир Мы Не Можем Победить Этот Мир Не Будьте Такими Уверенными В себе Никогда Не Скажите Что Я Такое Сделаю Придет Время Ты Поймешь Что Ты Не Можешь Ничего Делать И Ни Связи Твои Ни Финансы Твои Ничего Тебе Не Поможет А Только Имя Иисуса Христа Который Выше Всех Имен Вот Это Тебе Поможет Поэтому Лучше Не Приходить К Такому Состоянию Чтобы Только Имя Иисуса Помог А Лучше Сейчас Пусть Это Имя Будет Основой Твоей Жизни Амин Вы Готовы Дальше Слышать Аллилуйя Слава Богу Когда Когда Пришел Начальник Синагоги И Сказал Иисус Дочка Болеет Иди Из Сели А Тут Этот Момент Как Раз Самый Серьезный Момент Это Лука 8 Глава 49 Стиха Самый Серьезный Момент Одна Из наших Сестер Такая Шустрая Сестры Шустрые Пока Мужики Двигаются Сестры Уже Бегут Перед Она Побежала Пока Иаир На колени Станет Пока Попросит Она Уже Побежала И Коснулась Его Одежды Удивительно Вот Удивительно Иисус Почувствовал Что Из него Что это за сына Была Я не знаю Не могу сказать Но это было Помазание Почему я это Сейчас говорю От слова Рождается Вера Вера Подтверждает Или доверяет Слову Божьему От этого Происходит Это когда Сайдя Происходит Помазание Которое Есть В каждом Из нас Амин Помазавших Нас Есть Иисус Христос И посмотрите Уже Эта сестра Там Рассказала Свою историю Как она болела Как все Потратила А потом Иаир Стоит И ждет Переживает Дочка Сильно болеет И вдруг Приходят И говорят Слушай Все Не надо Уже звать Учителя Потому что Дочка Умерла Вот смотрите Здесь Очень важный Момент Иисус Понимая Это поворачивается И говорит Не бойся Только Веруй Что тут Произошло И от Уст Иисуса Вышли Слова Которые Укрепили Иаира И дали ему Веру Дальше Двигаться И когда он Пришел в дом Иаира Все плакали Они видели То что она Умерла И плакали Но Иисус Сказал Опять Слова Не плачьте Она Не умерла Они Не приняли Эти слова Что сделали Начали Смеяться Начали Смеяться Что он Говорит Так Мы же Знали Часто Мы Видя Нашу Ситуацию Когда нам Говорят Или Божье Слово Говорит У тебя Будет Все Мы Так Вот Как Сара Однажды Посмеялась Когда Бог Сказал У тебя Будет Сын Через год Придю Приду И у тебя Родится Сын Она Засмеялась Так же Слово Божье Говорит И Авраам Смеялся Оба Они Смеялись И родился Исаак Который Переводится Смех Вы Понимаете И после Этого Он Зашел Туда И сказал Слово Талифа Куми Все Это Слово Подняла Эту Девушку Исселила Слово Может Творить Чудеса В нашей Жизни Если Мы Полностью Уповаем На Слово Вы Знаете Очень Важный Такой Еще Момент Хочу Как бы Подчеркнуть Слово Не просто Прочитанное Вы Знаем Вы Поняли О чем Я говорю Не просто Прочитанное Слово Почему я говорю Библию читайте Очень Аккуратно Прежде чем Начать читать Библию Молитесь Богу Чтобы Бог Даровал Откровение Вам Чтобы Бог Говорил Через Слово Не просто Никогда Не берите В руки Библию Чтобы просто Выпольнить Какой-то План Любой План Для Бога Это не План Любое Смирение Для Бога Это и Есть Наш План Когда мы Смиряемся Перед Богом Это и Есть Наш План Перед Богом Нам нужно Смириться А Бог Скажет Куда нам И каким Образом Двигаться И делать Поэтому Когда основание Наше Иисус Когда основание Наше Слово Божие То мы Понимаем У нас Не должны Быть Никаких Левых Или правых Планов Господи Не моя Да будет Воля Твоя Многие Боятся Так молиться Потому что Думают А если Бог скажет Тогда здесь Остановись А как так Я же Столько делал Ну а Бог Это тебе угодно А молимся Господи То что я сейчас Сделаю Это тебе угодно Или нет И думаем Господи Только не говори Нет Пожалуйста Потому что Я сколько Трудился Я столько Хочу Это делать Я так хочу Бог Так подожди Я однажды Остался без Сапог Зимой Знаете Почему Потому что Я молился И говорил Господи Дай деньги Чтобы я Купил Сапоги Себе И Бог Сказал Так тебе Сапоги Дать Или Деньги Вот я Не мог Определиться И эту Зиму Остался Без Сапог Нам Надо Определиться Что Вот Усложняем Дай Деньги Чтобы Купить Сапоги Может тебе Сразу Сапоги Вот Я пример Просто Простой Пример Чтобы вы Поняли Что Слово Божие Прямо действует Не надо Вот так Идти Если Ты мне Дашь Это Потом Это Потом Это Мы Все Знамения Ищем Господа А Вся Знамения Во Христе Иисусе Который Был На Кресте И дал Нам Очень Хорошее Знамение Совершилось Победа В наших Руках Слово Есть Жизнь Есть Господь С нами Очень Очень Такой Важный Момент Быть Наполненным Духа Святого Третий Пункт Который Мы Сейчас Не Идем На Хлебопреломление Подождите Мне же Надо Еще Третий Пункт Сказать Основа Нашей Жизни Слово Который Рождает В нас Вера Вера Который Соединяется Со Словом Дает Помазание Нам И Еще Очень Важный Вопрос Момент Дух Святой В нас Поддерживает Только Слово Божье Дух Святой В нашей Жизни Работает По Не работает Не по Слову Божьему Дух Святой Работает С нами Только По Слову Божьему То есть Дух Святой Не может От Себя Что То Сказать Ты Скажете Как Пастор А Прочитайте Слово Слово Божье Говорит Иисус Сказал От Моего Возьмет И Вам Передаст То Если Мы Наполнили Слово Божьим То Мы Даем Возможность Духу Святому Жизни И В Нас И Через Нас То Если Я Получил Откровение Что Слово Божье Как Обоюдо Острая Меч Да Я Это Знаю Это Во Мне Живет Это Пришло В Мой Дух Это Слово Живет Внутри Меня Как Только Это Надо Дух Святой Мне Напоминает Это И Как Оружие Употребляет Сколько Раз Вот Я Уверовал Я Просто Читал Потом Говорю А Вот Это Да Откуда Я Этот Стих Знаю Как Откуда Дух Святой Который Внутри Нас Этот Дух Святой Говорит Через Нас Но Если Мы Пусты Если Мы Пустышки В Нас Нет Слова Божия В Нас Нет Веру Что Может Употребить Дух Святой Для Нашей Жизни И Для Нашей Победы Это Очень Важные Моменты Братья Сестры Запомните Эти Три Моменты Основы Нашей Жизни Это Иисус Который Дает Нам Веру Который Приводит Помазание В Нашу Жизнь И Который Пользуется Дух Святой Чтобы Нас Защитить Аминь Слава Иисусу Давайте Мы Сейчас Помолимся И Продолжим Наше Служение Хлеб О Приломлением Господь Иисус Мы Благодарим Тебе За Твое Слово Которое Живо И Действенно Благослови Нас Силой Духа Твоего Святого Укрепи Нас Божи Помоги Чтобы Мы Понимали Какую Роль Играет В нашей Жизни Твое Слово Потому Что Словом Живем Словом Твоим Двигаемся Словом Твоим Дышим И Ты Все Сотворил Словом Своим Слово Лежит Основа Для нашей Жизни Слово Дает Нам Сыну Слово Укрепляет Нас Слово Ведет Нас Слово Благословляет Нас Слово Пасет Нас И Мы Доверяем Слову Твоему И По Слову Твоему Господь Сделали Мы Это И По Слову Твоему Господь Мы Двигаемся И Дай Нам Это Откровение Чтобы Мы Всегда Имели Слово Твое Как Основание Для Нашей Жизни Во Имя Иисуса Христа И Все Сказали Аминь Вас Дадим Богу Слава 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 Слава